Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, авторы Мерзляк-Полонский и Кир, под номером 1281. Нас просят. Определите на глаз, а потом проверьте с помощью угольника и линейки, какие из прямых, изображенных на рисунке 174, параллельны. Итак, под буквой А. Сначала мы определим с вами на глаз. Ну, мне так кажется, что параллельны прямые А и С. Запишем А параллельно С. В, если ее продолжить и продолжить прямую А, то справа внизу они должны пересечься. А В и С тоже пересекутся только вверху, если их продолжить. Потому что между ними ни одно и то же расстояние. А мы знаем, что прямые параллельны, если они не пересекаются. Но как же проверить? А проверить очень просто. Если две прямые лежат в одной плоскости и перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны. Ну, конечно, мне кто-то скажет. Но я не вижу здесь никакой прямой, которая была бы перпендикулярна. А и не надо. Мы возьмем угольник и линейку. Итак, мы приложили наш угольник одной стороной, которая образует прямой угол. Расположили ее на прямой А. А ко второй стороне мы приставили линейку, которая образует прямой угол. И теперь мы будем передвигать наш угольник до тех пор, пока на его стороне не появится либо прямая В, либо прямая С. Итак, мы видим, что одна точка лежит на стороне угольника, но вся прямая В на стороне угольника не лежит. Поэтому прямые А и В не параллельны. Передвигаем дальше наш угольник до пересечения с прямой С. А когда мы с вами продолжили передвигать угольник до пересечения с прямой С, то мы увидели, что прямая С описывает сторону угольника, образующую прямой угол. Таким образом, мы с вами были правы. Прямая А и С между собой параллельны. Приступим к рисунку В. Как мне кажется, что на этом рисунке параллельны прямая А и С и прямая В и Д. И опять же мы с вами воспользуемся угольником и линейкой и проверим, параллельны ли эти пары прямых или нет. Итак, мы расположили сторону угольника на прямой Д, который образует прямой угол, а под вторую сторону, которая образует прямой угол, подложили линейку. И теперь двигаемся вдоль линейки угольником до встречи с прямой В. И убеждаемся, что действительно прямая В описывает сторону угольника, который образует прямой угол. Значит, наше предположение, что прямые В и Д параллельны. Правильно. Теперь делаем то же самое для прямых А и С. Проверяем их параллельность. Вновь мы расположили наш угольник одной стороной, образующей прямой угол, на прямой С. К другой стороне, образующей прямой угол, мы приложили линейку. А теперь передвигаем наш угольник до встречи с прямой А. И убеждаемся, что действительно прямая А описывает сторону угольника, образующую прямой угол. Мы воспользуемся правилом. Две прямые, лежащие в одной плоскости, если они перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны. Прямой, которой были перпендикулярны наши прямые, была линейка. Все, мы справились с вами с заданием. Зрение нас не подвело. Те прямые, которые мы увидели, что они параллельны, после проверки оказались действительно параллельны. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А также заходите в наши соцсети. Подписывайтесь на наш канал.